Если честно, для многих ваша победа стала для кого шоком, для кого неожиданностью, для кого сенсацией, для кого радостью. А вы сами чувствовали накануне, что можете стать мэром Киева? Вы знаете, для меня радость — это каждое хорошее и принципиальное слово, произнесенное красивыми людьми, которых я знаю в украинском политикуме, в искусстве. И в том числе это касается, Дмитрий, и вас. Я всегда радуюсь, когда человек говорит и поступает по совести, когда на него не давят, когда он не боится. И для меня была, например, неожиданностью ваша очень мужественная позиция во время оранжевой революции. А что касается неожиданностей, да, есть неожиданность громадная. Никто меня не хотел. Вот вообще никто. Смысл такой. Я в ответе был за всю страну. И сказал это первому заместителю Киевской геройской администрации. Я сказал ему, послушай, те, уважаемые, вы забыли, как выглядят бабушки, дедушки. Вот. Вы забыли, какие у них проблемы, что у них не работают лифты, что они не могут выйти из дома многие. Я это делал. Я ходил, пикетировал администрации. Я видел ужас, который творится в главном городе Украины, когда некоторые люди живут с туберкулезом в одной комнате, пять человек, и постепенно туберкулез перекидывается на других людей. Я ему напомнил, что в мэрию заросла народная тропа. Никто туда не ходит, никто ничего не спрашивает. Там даже уборщица берет деньги, чтобы туда попасть. То есть все прогнило. За последние пять лет мэрия стала антинародной.